А теперь о юных талантах, которые уже наступают на пятки именитым изобретателям. В Элисте завершился межрегиональный фестиваль «Робофест». По результатам двухдневных испытаний победители определили в нескольких номинациях. Участники соревновались в очно-завочном формате, показывали свои проекты на выставке. А в рамках круглого стола эксперты говорили о тенденциях в научно-техническом творчестве. Обо всем подробнее далее. Подъемный кран, детские площадки, космические корабли. Их идея как путевка в будущее. Роботы пригодятся в строительстве, в медицине, да и вообще в любой рутинной тяжелой работе, которая нелегко дается человеку. К примеру, команда «Маленькие Эйнштейны» представили на выставке «Лабораторию будущего», в которой трудится биоинженер. С помощью новейших технологий ученый может лечить людей, животных, создавать новые виды фруктов и овощей. А это проект «Умная одежда». Одежда считывает состояние организма человека, тем самым позволяет контролировать здоровье. Сегодня робототехника – это уже не любительский кружок по конструированию. Занятия требуют максимальной отдачи, изучения смежных дисциплин, постоянных тренировок и работы над ошибками. В этом году соревнования собрали рекордное количество конкурсантов из Астрахани, Сочи, Москвы, Якуска, Сахалина и Ставрополя. Всего свыше 400 участников, сообщила организатор фестиваля Ольга Бадмахалгаева. Вообще подобное мероприятие мы уже проводим четвертый раз, но в этом году наш проект стал победителем фонда президентских грантов. Цель мероприятия, конечно, популяризация робототехники, инновационных технологий и науки. Поддержка детей вот на таких мероприятиях, я считаю, очень важным. Мы особое внимание уделяем поддержке особых детей, в том числе развивающих фестивалей. Робототехника – это не будущее, это настоящий ребенок, отметил в рамках торжественной церемонии открытия фестиваля председатель правительства Камаки Юрий Зайцев. Те задачи, которые вы сейчас решаете, ну, наверное, они нам не под силу, мне, наверное, потому что я только вот здесь готов, как говорится, идти с вами, идти за вами и пользоваться теми технологиями, которые, в общем-то, вы все и придумываете, и развиваете. Продолжилось мероприятие уже за круглым столом. Эксперты обсуждали тенденции в научно-техническом творчестве, говорили о перспективах. Министр цифрового развития Камаки Алексей Теев сообщил, что к 2024 году Россия планирует выйти в двадцатку лидеров индекса инновационного развития. В этой связи, в частности, большое внимание уделяется развитию робототехники и искусственного интеллекта, подчеркнул министр. О мерах господдержки инновационных проектов рассказал представитель фонда «Содействие инновациям» в Калмыкии Раим Мусаев. Как отметили эксперты, спортивная робототехника может подтолкнуть ребят к выбору дальнейшей профессии в сфере высоких технологий или программирования. Не секрет, что цифровые технологии уже плотно вошли в нашу жизнь. И в будущем, безусловно, они будут развиваться. Важно уже сейчас создавать кадровый потенциал для того, чтобы эти системы создавались, развивались и обслуживались. Проведение подобного рода мероприятий позволяет сейчас уже детям заложить в мозг те возможности, которые для них эти цифровые технологии создают. Они уже сейчас пробуют себя в роли инженеров, уже сейчас пробуют себя в роли дизайнеров, которые создают робототехнику, уже программируют их и придумывают какое-то назначение применения этим роботам. Безусловно, сейчас это игрушки, но дальнейшим шагом это станут промышленные роботы, роботы, которые будут обслуживать нас как в быту, так и на производстве. Наш творческий потенциал будет высвобожден для того, чтобы мы создавали новые технологии, новых роботов и таким образом делали нашу жизнь безопаснее, комфортнее, технологичнее. Соревновались участники в нескольких номинациях. Это скретч, программирование, робоферма, выставка. Лучший в направлении фест-лега лик признана команда лунтики. Презентация школьниц русской национальной гимназии набрала наибольшее количество баллов. У классиков есть фишка. Если ты бросишь на какую-нибудь цифру, ты должен выполнить задание. Если ты заранился, то ты танцуешь танец. Любой, который знаешь. Кстати, это их не первая победа. Они неоднократно занимали призовые места на межрегиональных конкурсах. Нам очень понравилось собирать лего. Мы заняли первое место. Нам нравится собирать лего. Есть разные города. У нас есть еще задумки. Можем еще работать. Победителям и призерам вручили дипломы и подарки. Призы, как и обещали организаторы, соответствуют тематике конкурса. Это всевозможные гаджеты, беспроводные колонки, наушники, зарядки. В свою очередь, цифровой партнер Робофеста отметил всех детей с ограниченными возможностями здоровья, которые приняли участие в конкурсе, специальными подарками. Сейчас очевидно, что те ребята, которые делают успехи в робототехнике, это будущие инженеры и программисты. Люди, которые захотят создать что-то революционно новое. И у них все обязательно получится. Геляна Багаева, Ангелина Редниева, Черебушаев, Владимир Цуглинов. Информационная программа «День республики». Продолжение следует...